Заемщики обанкротившегося имекс-банка получают странные СМС с требованием погасить долги по уже закрытым кредитным договорам. Некая киевская компания якобы заключила договор с фондом гарантирования вклада физических лиц и выкупила портфель кредитных договоров банка на сумму более 300 миллионов гривен. Представитель заемщиков Игорь Бордеян рассказал, что людей заставляют платить по второму разу. Они уже рассчитались по своим кредитам перед компанией Дасти. Этой фирме передали право требовать выплаты по кредитам в конце 2014 года после объявления имекс-банка банкротом. Несмотря на то, что у людей уже есть на руках справки о погашении кредита, жертвами аферы могут стать 23 тысячи человек по всей Украине, от которых через СМС требуют повторно заплатить от 1000 до 120 тысяч гривен. В этом году мы столкнулись с тем, что пакет документов, точнее портфель кредитных договоров был вновь перепродан фондом гарантования вкладов, который находится в Киеве, наверное, уже знаете, некой компанией Дувирата Гарант. По словам адвоката заемщиков Евгения Гореева, договор между компанией Дасти и имекс-банком был признан судом недействительным, после чего фонд гарантирования вкладов повторно перепродал долг компании ФК «Доверие и гарантия». А вот юридическую силу или правовых последствий подобные СМС не несут. Это моральное давление и стандартные действия коллекторов, заверяет адвокат. Используя данные общие нормы, можно отбиваться в суде спокойно о том, что вы выполнили обязательства в полном объеме, надлежащей стороне, надлежащим образом. Соответственно, вы свое обязательство выполнили. А если имекс-банк считает, что их право нарушено, пожалуйста, пусть обращаются в компанию Дасти и требуют эти деньги. Адвокат рекомендует в случае, если придут коллекторы с подмогой молодчиков в спортивной форме и требованием платить деньги, вызывать полицию, поскольку взысканием могут заниматься только государственные исполнители. Заемщики на сегодняшний день объединяются и намерены совместными усилиями противостоять коллекторам.